Друзья, всем привет! Сегодня будет такой небольшой, как бы исторический выпуск, но с некоторыми параллелями, да? Но прежде чем начать, хочу сообщить немного полезной информации. Спонсор сегодняшнего выпуска – образовательная платформа Skillbox. Если вы хотите получить профессию в перспективной сфере, то вы можете воспользоваться моим личным промокодом SAIL15, чтобы приобрести курс с дополнительной скидкой 15%. Курс называется «Аналитик данных с нуля» и позволит вам изучить и понять математическую основу анализа, научит работать с массивами данных. Вы освоите основы программирования на Python для решения базовых бизнес-задач, а научитесь собирать базы данных, управлять ими. Поймете, как пользоваться инструментами для визуализации данных, таблицами Google, Excel, формировать отчеты для клиентов. Научитесь работать с Яндекс.Метрикой, Google Аналитикой. Узнайте, какие метрики эффективности использует бизнес. Поймете, как их собирать, читать, строить прогнозы и находить рабочие идеи. Друзья, на самом деле профессия очень перспективная. Например, на данный момент более 220 компаний ищут аналитиков. И среди них такие цифровые гиганты, как Тинькофф, Альфа-Банк, Вайлберис, ВКонтакте. Всем нужны специалисты. При этом зарплата специалиста-аналитика составляет порядка 130 тысяч рублей. Понятно, что нужно обладать определенными качествами, определенным образом мышления, чтобы двигаться в этом направлении. Нужно хотеть развиваться в этом направлении. Вот если вы чувствуете, что у вас есть предрасположенность к такому виду деятельности, или вы имеете какой-то начальный свой фундамент на базе самообразования, то вот этот курс наверняка позволит вам успешно влиться в профессию и приобрести эти знания. В общем, переходите. Все ссылки будут в описании. Смотрите, регистрируйтесь, получайте мою скидку в 15%. И, кстати, бонусом вы получите курс по работе с презентациями PowerPoint, а также годовой курс изучения английского языка. Ну, теперь все. Переходим к основной теме. Друзья, вот по поводу исхода западных компаний с российского рынка. Это каждый день продолжают выпадать вот эти вот новости. Такая-то компания ушла, такая-то компания ушла. Куча мемов уже по этому поводу было. Уже вроде бы отсмеялись по всему этому. Было, значит, особенно мне нравился вот этот мем, что COVID-19 отзывается и бактерии прекращают работу в России. Или там колумбийские наркобароны прекращают дилерскую поддержку в России и покидает рынок. Короче, это вызывает просто, знаете, какое-то такое человеческое недоумение, потому что это настолько глупо, настолько мелочно и непонятно, что хочется в этом разобраться. При этом официально типа США делали заявление, да, что они не вынуждают никого покидать Россию. И это личный выбор каждого. Но при этом были созданы такие условия, что бизнес просто не понимает, как работать. И столько палок было вставлено в колеса, что вот этот велосипед как бы упал, да, и понятно, люди не могут продолжать нормально вести бизнес даже при всем желании, потому что непонятно, как платить, делать переводы, там, проблемы со свифтом, непонятно, как возить, проблемы с логистикой по всему миру, вот. Но при этом некоторые компании еще и делают заявление, что вот мы типа, значит, против всего плохого, за все хорошее, и поэтому, поэтому мы, значит, уходим, да. И вот здесь, мне кажется, есть доля лицемерия и, может быть, какой-то предприимчивости, да, потому что вот некоторые компании, видя, что никак нельзя нормально продолжать, да, они уходят, там, из-за проблем с логистикой, и параллельно делают вот эти вот заявления, да, чтобы соответствовать как бы общему такому западному тренду, да. Может быть, впоследствии получить какие-то преференции, там, ввиду того, что, ну, вот видите, какие мы демократичные, там, пострадал наш бизнес и так далее. Не знаю, может быть, это так, может быть, это не так, но здесь интересен вот какой нюанс, что вся вот эта вот показная благочестивая болтовня, она вообще никак не бьется с реальностью. Потому что, например, когда была война в Ираке, западные компании не выражали протест Америки, да, они не присполнялись благородного трепета и гнева, значит, не вывешивали иракские флаги, да, в знак поддержки мирных жителей Ирака, которые пострадали тогда, и не уходили с рынка Америки, да, не закрывали заводы, не отзывали представителей и так далее. То же самое было с Югославией, да. А значит, друзья, все это, те самые пресловутые двойные стандарты, тоже можно сказать про любой другой конфликт, в котором либо участвовал Запад, да, либо его развязывал. Это там Ирак, Ливия, Сирия, Югославия, Вьетнам, Корея, Либерия, Судан, Афганистан и много что еще. Нет, конечно, были всегда в Америке пацифистские движения, там, во все времена, но они не имели отношения к бизнесу. Потому что всегда во всех компаниях западному бизнесу вообще не было никакого дела, где там кто погибает, да, если это не было продиктовано политической целесообразностью, в интересах же Запада. Поэтому вот те наивные, которые здесь по-прежнему чего-то не понимают, да, как Алиса в зеркале, значит, смотрят по сторонам, это, кстати, и Собчак, это и блаженный БГ, да, и много других простых людей. Посмотрите на факты, да. Это просто глобальный парад лицемерия и русофобии, невиданных доселе масштабов. И вот что интересно, если заглянуть поглубже в историю, можно увидеть, что, например, во время Второй мировой войны, войны с абсолютным злом, потому что это признано всем мировым сообществом. Правда, сейчас уже и это пытаются оспорить, там, некоторые головы, да. Но для нас-то в России этот вопрос не имеет и не может иметь других трактовок, так как слишком высока цена, которую СССР заплатил за эту войну. Так вот, во время Второй мировой войны страны Запада спокойно себе торговались Гитлером, да, не до войны, а именно во время войны, когда уже известны были цели, когда известны были концлагеря, там, уничтожение людей в промышленных масштабах, там, геноцид евреев, да, попытка поглотить территории, поработить население, зверство нацистов, вот это вот все делание украшения из человеческой кожи, утилизация евреев как национальность. Вот это все тогда уже было известно, и никого это не смущало. Американский бизнес прекрасно работал с рейхом, и даже где-то был использован рабский труд, да, труд рабов для оптимизации производства и получения еще большей выгоды западными капиталистами. Я знаю, могут сказать, что вы все в прошлое смотрите, там, вот время прошло, да, сейчас все по-другому. Друзья, с какой стати все по-другому? Что поменялось? Что, разве человеческие пороки как-то сильно изменились? Разве куда-то исчезла там жадность, подлость, жестокость? Да нет, это все здесь. Это все работает так же, как 80 лет назад, так же, как еще раньше. Вот у нас поменялось, да, многое, потому что у нас, например, там, был ГУЛАГ, да, все эти перегибы, а сейчас этого нет. Были перегибы, сейчас их нет. И сейчас у нас наоборот какая-то, знаете, безумная вседозволенность. А на Западе ничего не меняется, меняется только оболочка, сущность остается та же самая. Вспомните историю, да, сначала были эти индейцы, да, которых заражали оспой, там, ну и вообще-то много чего было. Потом, наверное, все поняли, да, что, нет, это было плохо, да, ну ладно, что об этом вспоминать, проехали, да, ну хорошо, проехали, потом появилось рабство у них. Ладно, это пережиток, что об этом вспоминать, хорошо. Потом торговали с Гитлером во время войны, да. Ну то такое, можно сказать, что об этом вспоминать, хорошо. Потом испытали атомную бомбу на мирных японцах. Ладно, об этом не будем вспоминать, что же это было давно. Хорошо, потом вьетнамцы вжгли напалмом, да. Можно сказать, ну что вы прицепились, это было давно, сейчас по-другому. Потом был Ирак, потом расфигачили Югославию, да. Но это же все было. Так почему кто-то решил, что что-то поменялось сейчас? Просто проходит какой-то временной отрезок, да, меняются какие-то там цели, меняются средства, а суть и смысл остается та же самая. Ну что это так трудно в голове вот все собрать, да, и понять, что происходит? Что с таким сомнительным бэкграундом не надо сказывать в мире про права человека, да. И за более чем 200-летнюю историю Америки мы видим, что ничего не изменилось. Так с какой стати сейчас нам кто-то что-то рассказывает о мире, значит, всечеловеческом единстве вокруг вот этой несчастной Украины? Притом несчастная Украину сделала и продолжает делать ее собственное руководство. Потому что если бы Украина жила как Украина, да, все было бы прекрасно. Но вместо этого Украина решила жить как анти-Россия, где основным фактором стало объединение, основанное не на интересах собственной страны, а в целях угнетения интересов другой страны, нашей с вами страны, России. И в этом вот беда. Как нас угнетали? Очень просто. Война с русскоязычным населением на территории самой Украины. Вот эти все пляски по международным каким-то площадкам. Сначала Порошенко, а потом этот безумный Зеленский сейчас. Вот это что вы думаете? Так все просто. Вот это постоянное требование для нас с санкцией, постоянное создание каких-то сложностей для нас с международными, да, какими-то партнерами. Ну, понятно, партнерами в кавычках, но тем не менее, нам нужно выстраивать взаимоотношения со всеми странами. И когда постоянно кто-то пытается эти отношения испортить, ну, довольно сложно в таком состоянии находиться. И в итоге, отказавшись от каких-то ранее достигнутых договоренностей, украинское руководство довело ситуацию до всего вот того, что происходит сейчас. При этом жаль, безумно жаль простых украинцев, потому что эта нация имела огромный потенциал, огромную территорию, сильных соседей на востоке, да, готовых прикрыть тыл, дешевый газ, транзит газа в Европу, выход к морю, плодородные земли. И в итоге все вот это вот просрать, извините, другого слова не найти. Ради чего? В угоду своей национальной исключительности? Ну, неужели оно того стоило? И вот теперь, когда Россия решает свои геополитические задачи, вся вот эта вот типа озабоченность вызвана только одним – желанием ослабить Россию, надавить на Россию, унизить Россию. Но только если провести исторические параллели, то такая вот политика западных стран, она всегда приводила к ровно противоположному результату. Впрочем, сейчас не об этом, а сейчас о лицемерии. Так вот, в свете вот этого беспрецедентного высоконравственного ухода западных компаний с российского рынка, небезынтересно будет узнать, что, во-первых, весь предвоенный период Гитлер получал деньги напрямую от немецких промышленников и банкиров, чьи предприятия оптом в розницу были куплены американцами. Потому что после окончания Первой мировой войны и подписания Версальского договора практически всю немецкую промышленность скупили американские банкиры. И они же, собственно, и приняли активное участие в финансировании вот этой гитлеровской партии. И кто-то скажет, что, ну вот, СССР тоже торговал с Германией до того, как Германия напала. Да, торговал, потому что был договор, а не нападений, которые Германия вероломно нарушила. Но дело в том, что с момента вступления США во Вторую мировую войну, знаете, западные компании американские, они не прекратили свои коммерческие отношения с Рейхом. Вот в чем дело. Но при этом правительство Америки было в курсе этого и способствовало этому, там, косвенно, да? Потому что получало выгоду и от союзников, и от противников. Например, правительство США наладило выпуск специальных лицензий, да, на осуществление коммерческих операций с компаниями, которые находились на территории Германии или на территории других оккупированных стран. Вот то есть сейчас, да, когда мы, по сути, как бы не являемся прямыми противниками, да, ну, как бы у нас нет прямых каких-то взаимных боевых действий, там, нет боевых столкновений, они против нас вводят санкции по ряду направлений, да, и в моменте осложняют нам жизнь. Но тогда, в сороковых годах, когда Америка официально находилась в состоянии войны, правительство США выпускало специальные лицензии для осуществления коммерческой деятельности на территории фашистской Германии. Круто, да? Кстати, был такой деятель, Ялмар Шахт, он был президентом имперского банка, да, ну, по сути, как бы это был главный банкир Рейха. Так вот, на Нюрнбергском трибунале он заявил, если вы хотите предъявить обвинения промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинения самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинения американцам. Автозавод Opel, например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом Ваша Дженерал Моторс. Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская телекоммуникационная компания ITT. Не остановил производство во Франции после оккупации ее немцами автогигант Ford. О чем говорить, даже если далекая от военных дел компания Coca-Cola, да, которая сейчас с помпой уходит из России, наладила в Германии производство напитка Fanta. Как известно, трибунал признал Ялмарта Шахты невиновным, потому что тогда действительно пришлось бы повесить всех американских воротил и магнатов, там, от Рокфеллеров до Генри Форда. А так голоса международных судей разделились. Хотя советские судьи были против такого решения, но трибунал, как известно, был не советский, а международный. Вот такие дела. Кстати, если вы хотите по имену, то вот, пожалуйста, например, Хьюго Босс, который тоже сейчас объявил об уходе из России, прекрасно себе шил и проектировал нацистскую эсэсовскую форму. Компания IBM поставляла счетные машины в лагеря смерти. Заводы General Motors производили силовые агрегаты для бомбардировщиков. Так что мы видим, как парад лицемерия продолжается и по сей день. И цели те же. Правда, средства стали более иезуитскими, что ли, да, лживыми, подлыми, двусмысленными, ищущими выгоду под благочестивым предлогом. И странно, что этого кто-то не понимает и не видит. Вот. Но вместе с этим есть и хороший момент, да, то, что Запад, получается, как бы сам фактически нас вытолкал из вот этой неоколониальной финансовой братангутской системы. Еще не до конца, но понятно, что процесс запущен. Может быть, это случайно у них так получилось. Может быть, по недоумию, да. Потому что в итоге это приведет ровно к противоположным результатам, да. И Запад больше не сможет паразитировать на наших ресурсах. А в мире ресурсы имеют ограниченное предложение. И понятно, что сейчас мир полихорадит, да, но после всего этого, мне кажется, будет создана новая форма взаимоотношений, в которой Россия займет свое справедливое место. Все будет, друзья. Не надо переживать, паниковать и расстраиваться. Всему свое время. Уверяю вас, наступит момент, что вот эти вот недружественные страны еще будут биться за наш рынок, предлагая нам свою продукцию. А мы посмотрим, кого принять, а кого нет. Сейчас просто время такое, да, идет трансформация. И это, конечно, в моменте некомфортно. Ведь это как ремонт, да. Кажется, что он длится вечно, это доставляет какие-то неудобства. Но рано или поздно он закончится. И мы отметим новоселье, и будем жить долго и счастливо. О как! Вот на этом и закончим, друзья. Значит, подписывайтесь в Телеграме, здесь, на остальных ресурсах. Все ссылки будут в описании. У меня все. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА